Будущие звезды российских и зарубежных ипподромов пасутся на лугу в ожидании своего тренировочного часа. Хозяин табуна Рушан Тугушев всегда мечтал разводить лошадей, особенно рысистой породы. Что за тоталин без коня? Это бы держать, чтобы хорош поголовье было и племенные. Орловские же, она сама по себе другая порода. А русские рысистые, они как-то ранние спелые. Орловские можно побежать 3 года, 4 года. А русские уже американцы, они полтора-два года все резво свои показывают. Ферму построил фактически в чистом поле. Рядом с животноводческими комплексами просторная конюшня. Жеребца по кличке Проблеск готовят к прогулке. В прошлом рекордсмен, сейчас примерный отец. Его жеребята идут на расхват у истинных ценителей лошадей рысистой породы. Таких выводил сам граф Орлов. Вот у этого натуральная башка арабская, лоб широкий, шея, смотри, какая-то лебединая. Воспитывают рекордсменов супруги Ваклины, профессиональные мастера-наездники. Начинают с самого раннего возраста. И с того, чтобы искоренить страх в жеребенке. Работать с лошадьми могут только психически уравновешенные люди. Ведь эти животные тонко чувствуют настроение и эмоции наездника. И если человек даст волю нервам, то и лошадь ответит тем же. Поэтому вся работа должна строиться исключительно на взаимоуважении. Полтора года от отъема до ипподрома проходит. И за эти полтора года можно сделать любого рекордсмена. Тренировки каждый день по полтора часа в три подхода. Шесть километров идет, потом шагом, еще шесть шагом и еще четыре километра. То есть это каждый день для взрослого. Если она приходит немножко отдохнуть, надо проходить 25 километров. Тихим, спокойным, уравновешенным тротом. Тогда она на любые бега, хоть зимой, хоть летом, будет готова. В кабинете руководителя уже не хватает места всем завоеванным наградам. На почетном месте последние достижения рассаковка незавода «Роща». Особенно прославился у нас его пион-жеребец. Чемпион был по выводку и по то же самое. В Воронеже тоже первое место постоянно занимал. Чемпион по России был в 2011 году. Ну и, конечно, признание на международной арене во Франции. Пион завоевал второе место, уступив победителю всего лишь голову. Теперь «Звездный жеребец» открывает традиционный парад на Саратовском ипподроме, символизируя серьезные перспективы развития конного спорта в регионе. Екатерина Заграничная, Олег Бирюков, ТВ-центр Саратов.